Ярослав Логинов, Институт цифровой экономики Глушкова. Очень спасибо, на самом деле классно всё. Ну, и там несколько тезисов, и то, чего ещё не было сказано здесь, я не услышал. Про сильный искусственный интеллект, искусственный разум — это правильно, то есть надо разделять, да, там, элементы с элементами искусственного интеллекта и вообще субъекты отдельные. То, что, ну, сейчас это называется киберсфизическая система. Это агенты, да, по всей видимости, и технологии, которые сейчас, ну а-ля, блокчейн, которые позволяют создавать децентрализованную автономную организацию, которые нельзя выключить, у них нету кнопки, её вообще не предполагается. То есть вопрос — вы пишете документы, которые между кем и кем, если её нельзя выключить. Дальше есть децентрализованная автономная корпорация — это как соединение, да, и в целом децентрализованная автономная экономика, то есть разработки, да. Там, ну, необходимы стандарты, да, которые во многом там существующие, то, что сейчас есть. И сейчас то, что мы разрабатываем — это протокол передачи экономических сообщений, который как раз включает в себя вот эти все вопросы, в том числе этики, так называемой. Этика, она, конечно, не имеет значения, имеет значение только экономика. Этика — это включается в том, кто кому чего должен. И, собственно, вот эти все вопросы. Хотелось бы видеть, ну там, хартию или какой-то документ, в котором бы было прописано, то есть за какие действия, какие последствия, ну, чтобы это было согласовано между. То есть о том, что весь мир там, ну, и мы тоже за мир, да, там, и как бы против войны. Ну, а конкретно вот если я совершаю действие, или робот мой совершает действие, или робот автономный совершает действие, что он должен заплатить? Вот. Ну, то есть, собственно, роботы как юридические лица, ну, то есть самостоятельные, можно сказать, и они становятся постепенно субъектами. Понятно, этого еще нет, но в эту сторону движется. Дальше, по поводу блокчейна и вот этого прочего, когда агенты, ну, или разумные, умные, неважно, работают, то, ну, у них собственное имущество есть, да, там, которое у них забрать никто не может напрямую, но есть правила игры, по которым они играют в том числе, как и остальные субъекты. И когда я взаимодействую, там, с роботом, ботом, должен он сообщить мне о том, что он бот, не должен, я взаимодействую с кем-то, я даже не знаю, с кем я взаимодействую, это тоже надо учитывать. Вот эти бумажные, ну, декреты, регламенты, надо переводить в программный код, наверное, то есть, ну, хотелось бы видеть какую-то конкретику. Спасибо. Спасибо.